Терри Палмер 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 На пустые разговоры нет времени, поэтому сразу к делу. Армия Ромеля продолжает наступление вглубь нашей территории, но особенно меня беспокоит их танковая дивизия, что сейчас движется по направлению к Сбибе. Там у нас организована база снабжения, горючее, оружие, боеприпасы. Проблема в том, что командование стянуло все резервы к перевалу Косырин. И сейчас на базе находятся лишь несколько десятков человек, которые не ждут этой атаки. Курьер с донесением уже в пути, но по тылам дорога не близко, и, боюсь, он доберется туда слишком поздно. Поймите, если немцам удастся захватить топливо и амуницию, у них хватит ресурсов, чтобы выйти нам в тыл, а затем отрезать от снабжения и окружить всю армию союзников у Косырина. Полный провал. Единственный шанс спасти положение – это прорваться туда кратчайшим путем через захваченные врагом позиции. Недавно в Африку для испытаний был доставлен опытный экземпляр автомобиля «Додж» с усиленной броней и новейшим вооружением. Так что вам предстоит оценить его возможности в бою. Ваша группа должна попасть в Сбибу раньше немцев, организовать там оборону базы и дождаться подхода наших основных сил. В общем, берите своих парней и выезжайте немедленно. А лично я могу пройти эту миссию с закрытыми глазами. Я ее переигрывал раз 20, наверное, если не больше. Она очень крута. Она драйвовая, она быстрая, она вообще не дает заскучать. Если вы в нее не играли, то советую это сделать. Если вы, возможно, еще не дошли, если вы проходите или из пустыни еще не дошли, то обязательно пройдите, дойдите и поиграйте в эту миссию. Получите море удовольствия. Полетайте, парни. Ты отдохни. На нашем додже установлен браунинг 50-го калибра, а также гранатомет, который позволит нам расправляться с техникой. Очень лихо. Так, аккуратно. Надо действовать очень аккуратно. И ни в коем случае не уничтожать вот этот вот грузовик. Потому что впоследствии нам нужно будет топливо для нашего доджа. И как раз из этого грузовика мы его и почерпнем. В будущем. Поэтому, ребят, если хотите пройти миссию быстро, не уничтожайте этот грузовик. Иначе придется бежать через все селение. Зачем остановился? Парни, у нас проблемы. Топливо на нуле. Похоже, перебит бензопровод. Я могу решить эту проблему, но вам в любом случае придется вернуться в селение за горючим. Нет проблем, капрал. Сделаем. Вряд ли с этим возникнут какие-то трудности. Мы их там порядком потрепали. Так, кладем канистру в карман. И бежим к грузовику, собственно говоря, который целый. Благодаря тому, что мы его не уничтожили. Сливаем топливо. Так бы нам пришлось бежать к вот этим грузовикам. Я же говорил, с этим проблем не будет. Возвращаемся к доджу. Так, тут еще караульные идут. Поэтому надо идти как можно быстрее. Давай, Терри, газу. Вот и все. Фрицев мы не потревожили. Топливо добыли. Мастера. Тогда заправляемся и по местам. Не хотелось бы торчать долго у божьей под боком. Поторопись. Их здесь все больше и больше. Дайте мне минуту, парни. Я почти закончил. Держим подачу. И еще держим. Отличный гранатомет. Я не особо пользуюсь им в других частях серии. Но в этой он просто космически классный. Как по мне. В этой миссии я имею ввиду. Габрал, за нами погоня. Припадай-ка им, урод вождение. Один готов. Сейчас второй будет. Еще одним меньше. Блин, это очень крутая миссия. Я ее просто обожаю. Вау. Просто форсаж. Тунисский дрифт. Эх, чуть-чуть промазал. Ну ладно, тогда из браунинга доработаем. Хорошо. Патронов у нас, кстати говоря, выше крыши. Поэтому экономить смысл нет. Что-то нам на них сегодня слишком везет. Станем здесь. Нужно остудить двигатели и пополнить боезапасы. Прикрывайте, парни! Капрал, они опять лезут! И почему я не удивлен? Так. С этого направления идут боши. И тут же отправляются в вад. Благодаря своему же оружию. Так, можно пока развернуть 37-миллиметровку немецкую. и поработать по пехоте. Перелет. Это, в принципе, такой фрагмент, когда можно подурачиться немножко. Особо тут реально тактика какая-то, логика, что-то такое вот из ряда вон, когда реально нужно поднапрячься, чтобы пройти миссию. Такого нет. Просто играючи проходят с миссией. Хотя, в первый раз могут возникнуть трудности определенные. Гоши, слева! Вижу. Хорошо. Так. Будь на готове, мужик. О, о, о! Дяденьки плохие приехали на БМП. Правда, недалеко проехали. Будем честны. Итак. Что тут у нас еще? Еще фрицы лезут. Стратеги по кустам ползут. Вот и все. Нефиг было прятаться. Сразу четверых. Ого! Взмыл в небо мой снаряд. Но это уже перелет. Да, сложно попадать по целям, которые находятся на возвышенности. Реально сложно. Так, как насчет ускорить время? Как-то Боши не торопятся. Вау. На меня нападать? А я тут не могу сидеть вечно. Как мотор? Остыл уже? Мотор в порядке. Сейчас вот одолжу у немцев боеприпас... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пума едет. Пума едет. Пума приехала. Пума уже рядом. Ё-моё! Это вообще не спортивно. Как-то я забыл совсем про сохранение. Ёлки-палки. Так заигрался, что аж забыл сохраниться. Ё-ё-ё-ё! Далеко собрался. Парниша. Лишь бы сейчас эта пума не взорвалась прямо у меня в тылу. А то будет обидно. Так. Чё там? Пулемёт. Да, слава богу, это пулемёт, а не зенитка. Установленная на этой бронемашине. О, пацана рикошетом убила. Готово. О! Ещё одна едет. Вот это заявки на победу. Давай, братан. Ты куда побежал? Джеймс Смит. Бей фрицев. Чё стоишь? Всё, по местам, парни. Отправляемся. По местам так по местам. Нифига. Бошей набежала. Попробуй объехать их справа. Подарочек вам. Улетел в текстуры. Так, сейчас отойдём. На значительное расстояние. Да ёлки-палки, что за дела? Снаряды уходят в текстуры. Да подохните вы уже, пожалуйста. Впереди мост, парни, держитесь. Это наш шанс оторваться. Я вам сворачиваю там броневик. Да умри ты уже, а. И ты подохни, пожалуйста. Всё. Минус мотоцикл. Сейчас будет подлёд. Неплохо. Сюрприз. Вообще против техники в этой миссии гранатомёт не очень эффективен. Вот против массовых скоплений пехоты он самотот. Ё-моё. Вот это эпично. Куда тянем пушку? Мрази. Куда мы её тянем? Да. Фрицев тут, конечно, выше крыши. О! А вот тут попал. До свидания. Auf Wiedersehen. Друзья мои немецкие. Вот это я понимаю. Военные автомобили. Рикошет от снаряда. От обычного грузовика. Вот один додж уничтожил целую колонну бронетехники. Представляете, чего может два таких доджа? Или три? Или даже пять? Твою мать. Твою мать! Держись, парни! Я постараюсь подъехать на расстояние выстрела! Так. Вот тут надо реально постараться, чтобы его убить. Если у вас получится это сделать с первой попытки, вы просто мастер. У меня это, видимо, не получится. А нет. Удалось. Получилось. Фух. Пронесло. Дьявол. Видимость на нуле. Из-за этого песка придется двигаться почти вслепую. Всем быть на готове! Не нравится мне эта тишина, капрон. Что-то здесь неладно. Думаю, без сюрпризов не обойдется. Тормози! Это точно! Стойте здесь, я разберусь с заграждениями. Так, ребята, по укрытиям. Я же говорил, шо это попадос? А у Фидерзейн? Ребята. Есть! Аж кусок здания вывалился. Мощно. Мощно. Тихо. Так, ну. Еще больше будут сегодня? По всей видимости, будут. Уже бегут. Подарочек. И вам сейчас еще посылочка. На деревню дедушки. Далеко собрались? Здание просто в клочья. Натурально, на куски. Причем взрывной волной. Давайте, ребята. Выходите на бой, честный. А то с вами неинтересно играть. Ё-моё. Слава богу, не отрикошетило. В капрала. А то было бы обидно. А то было бы обидно. Так, ну. Давайте, ребят. Слушайте, давайте ускорим время. Ух, вот эта машина. Была бы, например, такая скорострельность. А в реале... Это было бы... Очень круто, конечно. Давайте, пацаны, грузитесь. И надо бы уже... Сделать ноги отсюда. О! Пак 40. Чтобы она не разнесла нас. Поможет сохранение. Нужно как-то разобраться с этим орудием. Так, давай, капрал. Ты это сделаешь? У тебя много противопехотных гранат. Они мне сейчас пригодятся. Ребята, пока там фрицев развлекают, я займусь пушкой. Так. Как там? А, нейтрализовать немецкое орудие. Вот, все-таки... Как это двусмысленно звучит? Нейтрализовать. Тихо. А. Тогда еще лучше. Тогда мы делаем вот так. Вот и все. Вот и вся война. Ну, нейтрализовал я уже орудие. Засчитывайте мне миссию в конце концов. Давайте тогда фрицев убьем. Может, это поможет. Ну, еще вот этих вот сверху притаились на пригорочке. Готово! Заводи! Пора убираться отсюда! Все-таки надо было убить всех. Уничтожения пушки недостаточно. Будем знать впредь. Как же я не люблю эти узкие африканские уночки. Здесь любой дурак может такую засаду устроить, что и рота солдат за пять минут поляже. Вот именно. Это идеальное место для засады. Ну. Люди добрые. Выходите. Во. Хорошо. Фрицы прямо под пулемет бегут. Кажется, не все так плохо. Можи отступают! Это ловушка. Вот и все. Я бы не радовался раньше времени. Смотри, они перекрыли дорогу. Два готовы. Ну. Покажи голову. Да покажись ты уже. Да. Я лупал. Я тебе что, ждать буду? Вот и все. Здесь тупик. Нам не преодолеть этот завал. Постойте. Мы можем попытаться расчистить путь взрывом достаточной силы. У нас полно взрывчатки. Однако мне нужно время, чтобы собрать заряд помощнее. Хорошо. Подождем. А пока покосим лицов из нашего пулемета. Благо его можно использовать. Черт. Побежали. Нам гранату кинула паскуда. Ни в коем случае нельзя давать кидать гранаты. Фрицам. Это может кончиться для нас плачевно. Так, заряд взяли. Теперь делаем ноги отсюда. А ноги нам нужно сделать вот сюда. К этому завалу. И попытаться его уничтожить динамитом. Готово. Два фрица уже скопытились. Готово! Так, фрицы бегут. Значит, нам надо делать ноги. Как только мы закладываем заряд, набегает новая партия Бошей. Так, еще один готов? Нет, пока еще. Пока еще не готов. Так, нет, у тебя патронов мало. Кстати, поищи в ящиках. Должны быть. О чем я и говорил. Все есть. Надо только поискать. Ну, быстрее, Капрал. Тут уже горы фрицев лежат. А ты все заряды мастеришь. А, я думаю, Диане. Они в окнах. Нифига себе. Хорошо. Не кипишуй. Я сапер от бога. О, еще фрицы понабежали. Убих. Так, меня там не вынесут? Побыстроля. Пока я там заряды закладываю. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Надо просто сделать небольшой, но очень быстрый маневр, и тогда все получится. Готово! Молодец, Джон. Джон Уильямс. Хэдшот ему поставил вообще по красоте. Фриц даже ничего понять не успел. Только волыну в свою скинул. И пару выстрелов сделал. Есть. Я, кажется, выбил страйк, друзья мои. Блин. Поручим искусственному интеллекту. Стрельбу. Вот, допоручался. Давай за пулемет, братан. У тебя здоровье полное. А Терри пока пусть полечится. Ему половину вынесли. Уходи, 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 уходи. Не геройствуй. Еще один заряд готов. Все. Это последний. Вот это уже будет последний. Беги, парень, и на ходу перезаряжайся, потому что времени нет. Так, фрицы меня не заметят? Я надеюсь, что нет. Давай, 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 давай. Давай, Джон. Осталось немного. Все. Этого должно хватить. Давайте к машине, быстро. Грузимся, парни. Есть. Отлично. Отличный эпичный взрыв. Черт! Мы все-таки прорвались. Эта дорога должна вести к перевалу. Так что поднажми, капрал. Нам нужно добраться туда раньше немецких танцев. Я и не подозревал, что наши машины способны на такое. Мы проскочили с Бейтлу на одном дыхании, оставив позади захваченный город и поднятый на уши вражеский гарнизон. Бой шел здесь совсем недавно. От остого сожженной техники все еще поднимается к небу густой черный дым, а тела убитых немцев, французов и американцев вперемешку лежат вдоль дороги. Господь да упокоит их душу. Эйзенхауэр сосредоточил основные силы у перевала Кассерин в расчете на то, что Роммель пойдет на Талу именно этим путем. И, судя по всему, он не ошибся. Однако похоже на то, что часть немецких танков свернула на север, к Сбибе. А к такому развитию событий тамошние парни вряд ли готовы. Они должны узнать об этой угрозе как можно раньше, и поэтому Додж сейчас мчится вперед на пределе своих возможностей, подпрыгивая на кочках, доставляя за собой облака коричневой пыли. Блин, это была отличная миссия. Я, опять же, получил те же положительные эмоции, что и в предыдущие разы, когда ее проходил. Миссия действительно шикарна. И обратите внимание, ребята, на итоги ее. 200 единиц, 290, точнее, единицы живой силы и 20 единиц техники. Потеряли наши противники. Мы же не потеряли ничего. Вот такая вот миссия получилась. Очень эпичная и очень интересная. Ну, это было затишье перед бурей, друзья. Вот следующая миссия будет просто эпик. Не могу подобрать цензурных слов, чтобы ее описать, но это будет действительно очень мощно. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи, всем пока.